Выступая на заседании Кабинета Министров, глава государства отметил развитие туризма. В частности, он озвучил следующую цифру. В прошлом году число туристов в Азербайджан увеличилось на 11%. В первом квартале этого года показатели еще более впечатляющие. Рост составил 25%. Среди причин названа созданная в последние годы в Азербайджане современная инфраструктура. Мы говорим об этом с гостем студии, помощницей председателя Международного фонда Евразия Пресс Анастасией Лавлиной. Здравствуйте. Добро пожаловать в нашу студию. Госпожа Лавлина, что сегодня составляет туристическую инфраструктуру Азербайджана? Азербайджан в последние годы очень хорошо развивает туристический сектор. Об этом, разумеется, говорится количество туристов, которые с каждым годом растет. Все больше и больше людей из Европы, Америки и других государств, разумеется, предпочитает и выбирает Азербайджан как страну, где они хотят провести выходные, отпуски или же какие-то деловые встречи. Что об этом может также говорить? Третье, разумеется, это хорошее географическое расположение Азербайджана, доступность отелей, различных туристических курортов. Не стоит забывать, что в Азербайджане очень много хороших горнолыжных курортов, которые не отличаются по качеству и доступности от европейских, допустим, курортов. Поэтому все больше людей предпочитают, скажем, на шахдах-ресорт. Они предпочитают проводить там выходные или же целыми неделями даже оставаться там зимой, если это позволяет их время. Также отели, количество отелей, их доступность, разнообразие. Каждый может выбрать, что ему доступно, что ему интересно и где можно остановиться. Я считаю, что это является очень важным аспектом, который притягивает все больше и больше туристов. И их количество, то, что это растет, и в будущем планируется их, разумеется, увеличение. Азербайджан традиционно еще в советский период пользовался славой туристического оазиса. Сегодня восстанавливаются туристические центры, которые еще действовали, функционировали и славились еще в советский период. Как вы считаете, удастся ли вернуть былую славу этим туристическим центрам? Хороший вопрос. Я даже хочу сказать, что мне кажется, эти центры уже вернули свою славу. Я отслеживаю, разумеется, новости, что касается этой темы, и могу заметить, что количество желающих посетить, скажем, в то же время нафталан в Азербайджане, их все больше и больше увеличивается. В то же время люди, которые раньше предпочитали, скажем, ездить в какие-то оздоровительные курорты за рубежом, я имею в виду наше население сейчас, оно предпочитает оставаться в стране и проходить лечение именно оздоровительные какие-то курсы в самом Азербайджане. Что еще немаловажно, что, можно сказать, привлекает туристов, это хороший воздух, горный воздух, скажем, в районах Азербайджана, который также является лечебным. И, разумеется, какие-то туристические центры и оздоровительные лечебные центры, которые находятся, скажем, в районах Азербайджана, туристы также могут спокойно и, можно сказать, недорого пройти хорошее лечение в этих центрах. Поэтому я могу сказать, что это очень перспективная основа нам будущего. Сегодня туристы при выборе места для отдыха руководствуются вопросом безопасности. Что в этом плане Азербайджан может предложить туристам? Азербайджан является одной из безопаснейших стран на данный момент. Несмотря на то, что уже более 20 лет, 20% территории Азербайджана находится под оккупацией армянских вооруженных сил, в то же время Азербайджан предоставляет очень безопасные условия для всех туристов, что, разумеется, немаловажно, учитывая и нынешнее положение в Европе и в других странах. Это, можно сказать, один из аспектов, почему все больше туристов предпочитают ехать в Азербайджан, скажем, со своей семьей. Потому что каждый в первую очередь заботится о своей семье. Это первое, что я хочу сказать. Второе, это также немаловажно, это то, что наш народ, он очень гостеприимный, и он всегда готов помочь и протянуть руку помощи не только своим, но также и иностранным гражданам. То есть у нас можно спокойно вечером, в любое время суток, если ты заблудился или что, обратиться к любому, и там не будет никакого языкового барьера, потому что большинство населения Азербайджана знает прекрасно английский язык. Можно уточнить какой-то адрес, что, как или обратиться за помощью. И, разумеется, наши граждане, они готовы протянуть руку помощи и помочь. А чем экономически Азербайджан привлекательен для туристов? Экономически? Ой, это очень хороший вопрос, потому что для иностранцев, может быть, это одна из причин, почему люди хотят приезжать в Азербайджан. Доступность услуги и качества, это все в соответствии с Азербайджаном. Доступность отелей, каждый может выбрать именно ту цену, которая им подходит. Курс доллара, курс евро для иностранцев, разумеется, это в Азербайджане. То есть за ту же самую цену, которую они едут в Азербайджане, возможно, в Европе они не смогут найти такие же условия, имея в виду именно материальные точки зрения. Поэтому экономически именно, я знаю, что очень много туристов, это является одной из самых притягательных черт, почему люди к нам приезжают. И последний вопрос. Азербайджан стал площадкой для важных встреч, крупных международных мероприятий, форумов, спортивных состязаний, мероприятий. Какую роль играет все это в привлечении туристов в Азербайджан? Да, в последнее время, особенно в последнее начало 2017 года, мы замечаем, что очень много различных конференций проводится, где участвуют мировые лидеры, экономические гости. И что очень важно, к нам приезжают все больше каких-то научных исследователей, деятелей или же просто студентов, журналистов из разных стран. Они предпочитают участвовать в этих конференциях, возможно, набираться опыта или для студентов это проведение научных работ. У нас также действует очень много летних школ, организованных для иностранных студентов. Поэтому чем больше таких международных встреч будет выходить именно в Азербайджане, все больше, возможно, международных исследователей, профессоров, студентов будут выбирать Азербайджан как страну, где они могут отдохнуть, хорошо поужинать, пообедать и, разумеется, провести научные работы. Спасибо большое. Спасибо большое.